Для утверждения на Всебелорусском народном собрании было представлено два основополагающих документа нашей внешней и внутренней политики, концепция национальной безопасности и военная доктрина. Прежде чем выносить эти документы на утверждение Всебелорусского народного собрания, глава государства поручил провести его общественное рассмотрение. В течение года было организовано более 80 дискуссионных площадок по обсуждению основных положений концепции и белорусской военной доктрины во всех регионах страны. В них приняли участие представители научного и экспертного сообществ, основных религиозных конфессий и субъектов гражданского общества. Окончательное утверждение концепции национальной безопасности и военной доктрины состоялось на Всебелорусском народном собрании 25 апреля. Об историческом значении этих документов говорим сегодня в программе «Мнение». Это «Беларусь-4 Гомель», меня зовут Михаил Синицын. Добрый день. С нами на связи депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталий Уткин. Виталий Юрьевич, добрый день. Добрый день, Михаил. Многие эксперты считают, что концепция национальной безопасности – это второй по значимости документ после Конституции. Скажите, почему? Вы знаете, здесь как бы можно порассуждать. Если мы берем исключительно только правовую иерархию документов, то, конечно же, Конституция имеет главенствующий. И на основании Конституции был закон о ВНС, и дальнейшее развитие, то, что мы с вами наблюдали два дня, проходящего в ВНС, и утверждение концепции национальной безопасности, то это чисто, скажем так, юридическая, понятная для всех юристов-правоведов форма. Но вот если брать исключительно такую сферу военной направленности, узко которую сегодня концепция национальной безопасности обозначает, то по главенству, не беря, скажем так, ресурс чисто правового, а вот в своей отрасли концепция национальной безопасности – это, конечно же, на сегодняшний момент документ номер один. Вот, поэтому юридической терминологией я с вами полностью согласен, поддерживаю, что Конституция наша имеет главенство. Ну, а следом, в плане военной стратегии, это, конечно, идет концепция национальной безопасности. Виталий Юрьевич, стоит отметить то, что эта концепция национальной безопасности – это уже третья, которая принимается в нашей стране. И вот, а давайте вспомним, как и, главное, зачем принималась первая и вторая? Ну, в целом, стратегия фундаментального понятия, сути, концепция национальной безопасности, она остается прежней. Это безопасность нашей страны, что сюда входит как и экономическая, военная безопасность. Поэтому, ну, все исходилось, скажем так, определенная специфика. Ну, первая была концепция принята в 1995 году. То есть мы с вами видели, как в тот период развивался мир, какие были условия, как себя Беларусь показывала и на международном пространстве. Следующее – это было в 2001 году принято. Потом все зависело, наша концепция в целом. Да не только наша, а любая страна, которая видит, что вокруг нее происходит, исходя из этих условий, конечно, действует. Но сегодня особенность, даже в такое сложное время, нашей концепции, которая была принята на Всебелорусском народном собрании, она идет через призму миролюбивой политики. И сам фундамент нашего, скажем так, военной мощи, оно направлено, как сказал наш глава государства вчера, что на сохранение мира в целом. Потому что сегодня нагнетание общей мировой агрессии к коалиционным Западам создают именно почву для вооруженных конфликтов. И сегодня Республика Беларусь практически единственная, которая говорит о мире, о необходимости сохранения мира. Не стоит сегодня в мир, скажем так, развитого очень технологического, научного прогресса, который может использоваться для пользы человека, для блага жизни, вот как сегодня наши медики, которые проводят классные операции, спасают людей, не стоит сегодня меряться только оружием. Только на этом заявлять о своей силе и возможности какого-то верховенства. Поэтому, исходя из времени периода и, скажем так, видя какой степень, уровень агрессии в отношении Республики Беларусь, то, что заявляют политики, то, что заявляют руководители западных стран, как они беседуют на дипломатической площадке, исходя из этого уже выстраивается механизм защиты, который определяется нашей концепцией национальной безопасности. На сегодняшний день, как она была принята, как она не только белорусским народом, а как и международные эксперты отзываются, то можно сказать, что эта оценка отлична. Мудрости белорусского народа, под руководством нашего главы государства, выдержана концепция национальной безопасности. Эта оценка отлична. О концепции национальной безопасности уже достаточно много было сказано, и много она обсуждалась. Но давайте напомним, а в чем ее все-таки ключевая особенность? Ну, само фундаментальное понятие, это, конечно же, высокопрофессиональная организованная система защиты личности, общества, государства, страны по всем канонам, которые используются в теоретическом общении. Но если на сегодняшний день взять, что появилось более новое, то это, конечно, было введено такое понятие, как наш электоральный суверенитет. Когда мы реально видим, с учетом развития такого информационного поля, быстрого скачка буквально за последние 5-6 лет, насколько быстро шагнула информационная площадка, насколько они стали доступны быть для различных слоев населения, для различных сил, поэтому возник и вопрос о необходимости защиты нашего электорального, скажем, в целом, хода электоральных событий от влияния в зне. Возникло вопрос о необходимости рассмотрения биологической безопасности, о которой раньше, как бы мы с вами не говорили, скажем так, в концепции 1995 года, наверное, и не стоял такой вопрос, скажем так, в плане того, чтобы было, как, скажем, вела себя польская сторона, как украинская сторона вела. Поэтому, исходя из всей этой философии, то, что сегодня происходит у нас вокруг Республики Балусь, тот мотив, который агрессивные военные задают, к сожалению, политики коэляционного Запада. Поэтому сегодняшняя концепция и ввела ряд новых моментов по сравнению с прошлыми концепциями национальной безопасности. Виталий Юрьевич, такой вопрос. Документы, которые мы с вами обсуждаем, это концепция национальной безопасности и военная доктрина, они были вынесены на Фитбелорусское народное собрание для утверждения. Но вот скажите, обсуждались ли они в Палате представителей и на чем фокусировалось внимание парламентариев при этом обсуждении? Конечно, обсуждалось. Особенно это отраслевая комиссия по национальной безопасности, это блоки сферы влияния этой комиссии изучения. Поэтому, конечно же, это все изучалось. Депутаты системно проводили, скажем так, круглые столы, определенные диалоговые площадки. И сегодня население высказывало свое мнение. Особенность в том, что мне как человеку понравилось, что все едины. Едины в этом мнении о необходимости профессионального юридического документа, профессионального созданного правового поля, которое позволяет нам свою родину, свою страну защищать на высоком уровне и различными способами, и вооружением, которое у нас имеется, которое у нас появилось. Но точно так же это и оценивают наши, скажем так, противники сегодня теоретические, которые тоже, прочитав ее, понимают, какой ресурс будет использоваться и какая правовая точка дана для вооруженных сил Республики Беларусь по защите и от внешнего врага. Вы затронули тему активности и единства людей при обсуждении таких документов. Здесь отмечу, что во время предварительного обсуждения данных документов наблюдалась очень высокая активность граждан нашей страны. То есть, например, было зафиксировано свыше 15 тысяч интернет-обращений по данному документу, по концепции нацбезопасности. И вот скажите, а на ваш взгляд, чем вызвана такая активность граждан? Михаил, я думаю, что всем нашим жителям Республики Беларусь стали те понятны слова, о чем говорил наш президент Александр Григорьевич Лукашенко пару лет назад, в 2020 году. Что насколько важно сохранить мир и что за собой несет, скажем так, изменение мирного существования для обычного простого гражданина? Как это меняется? Сегодня наши жители увидели это на, к сожалению, нашей бывшей стране Советского Союза, Украине, что сегодня происходит и какой, как изменилась обычная жизнь человека, когда он находится не в мирном поле, а находится на боевом военном поле конфликта, что абсолютно меняется другая жизнь. Поэтому каждый человек имел возможность в этом убедиться, увидеть через ресурсы СМИ. Кто-то уже от своих родственников, потому что мы с вами прекрасно понимаем, насколько близка была связь жителей Гомельской области и Черниговщины, как переплетались родственные связи. Поэтому это не по наслышке и не по фейкам. Люди реально видели эту трагедию, которая произошла из-за того, что вовремя со стороны руководителей страны не было принято соответствующих мер в отношении обеспечения безопасности простого человека и своей страны. Виталий Юрьевич, в обсуждаемых документах упоминаются новые риски, угрозы и опасности. Вот мы уже это затрагивали тему, и о ней много уже где говорилось, но давайте сделаем акцент на том, что же это все-таки за новые риски, опасности и угрозы. О чем конкретно говорится в этих документах? Новые риски, я хотел бы обратить внимание, чтобы наши телезрители вспомнили, с чем они связаны. Даже вот вспомнить Польшу, как она просила, чтобы разместили ядерное оружие, американцы разместили ядерное оружие на территории Польши. И это не фейки с той позиции, настойчивостью, о которой заявляли польские политики, обращаясь к Соединенным Штатам Америки для размещения. Вот это абсолютно другой военный конфликт, который может произойти. Это не просто, скажем так, такие боевые действия, которые, когда воюют мотострелковые, там танковые вооружения, война такого, скажем, обычных вооружений. То есть возникают такие серьезные риски, в том числе и биологические. То есть мы с вами прекрасно знаем, сколько на территории Украины было биологических баз. То, о чем раньше мы не видели, то есть видели, но не думали, что это войдет в такое масштабное действие, потому что реально действовали механизмы международных норм, которые запрещали использовать химическое, биологическое оружие, в том числе и вопросы ограничения использования ядерного оружия и обычного вооружения. Но, к сожалению, мы с вами на сегодняшний день увидели, что международный правовой барьер военного такого хаоса, он проигнорирован, полностью проигнорирован западными полиниками, коалиционным западом, они движутся в своем направлении, перешагивая нормы международного права. Виталий Юрьевич, и последние штрихи в обсуждении этих документов в концепте нацбезопасности и военной доктрины сделал глава государства. Скажите, а на чем именно президент делал акцент? Что это за штрихи такие? Это штрихи явной угрозы, которая сегодня существует, были обозначены, насколько агрессивно сегодня высказывают свою политику, к сожалению, наши соседи. Вот это агрессивное лицо, модель поведения этих стран. И еще один немаловажный момент, но который для меня запал, это еще раз то, что через призму сохранения мира, мы сегодня принимаем концепцию национальной безопасности, приняли ее, через призму сохранения мира, ни в коем случае не через призму какой-то агрессии или желания завоевывать другие страны. Нет, в целях сохранения мира. Сегодня, чтобы все это видели. Но мы же прекрасно видим, насколько ложное лицо, скажем так, соболезнования, которое высказывают западные с международных трибун о той трагедии, которая происходит в Украине. Мы же с вами согласимся, что это абсолютно ложная форма сострадания и соболезнования. Под маской абсолютно улыбающиеся лица, которые желают заработать как можно больше денег и принести как можно больше хаоса, конфликта и горя для людей. И последний, но не по значению вопрос. На Всебелорусском народном собрании постоянно звучал вопрос о том, что же сделает нас сильнее. Так вот, принятые на этом заседании Всебелорусском народном собрании документы, я имею в виду военная доктрина и концепция нацбезопасности, они, можно сказать, очередной шаг к тому, чтобы сделать нашу страну сильнее. Скажите, на ваш взгляд, а какой будет следующий шаг? Следующий шаг, опять-таки, я повторю то, что сказал наш президент, что в развитии этих документов будут приниматься ряд нормативных актов, которые будут иметь сугубо закрытый характер, но они будут говорить о тех инструментах, которые будут направлены для реализации, для реализации вот этого фундаментального понятия по национальной безопасности, которая заложена в концепции и военной доктрине, потому что это будет дальше весь механизм правового развития, и мы становимся сильнее в правовом поле. То есть наше правовое поле, и каждый гражданин, который прочитал, прекрасно понимает те инструменты и механизмы, где государство берет ответственность за персонального человека, в целом за общество, ну и за независимость и суверенитет нашего государства. Это как на внешнем контуре, точно так же на внутреннем контуре будет обеспечена безопасность каждого человека. Виталий Юрьевич, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время и рассказали свое мнение о принятых документах. Хорошего вам дня и всего доброго. Спасибо, Михаил. Мы продолжим через несколько секунд. Не переключайтесь. С нами на связи политолог Александр Маркевич. Александр Иванович, добрый день. Добрый день. Скажите, в чем основная суть теоретических и методологических изменений новой концепции национальной безопасности? Вы знаете, уважаемые телезрители, уважаемые ведущие. Конечно, мы прекрасно знаем, что у нас концепция национальной безопасности, она была принята в 2010 году. И, естественно, динамичное время и кардинально поменялась обстановка, поэтому необходимо было, с учетом тех изменений в обстановке, которые произошли, нам и видоизменить саму концепцию, то есть приблизить к реалиям, которые существуют в настоящее время. И какие конкретно изменения произошли, я думаю, мы обсудим это. Но самое главное, какой путь мы выбрали для того, чтобы обновить эту концепцию? Это, в первую очередь, мы постарались имплементировать положение новой редакции Конституции Республики Беларусь, которые были приняты на конституционном референдуме в 2022 году. Целый ряд новаций необходимо было закрепить в концепции национальной безопасности, чтобы на их основе выстроить механизмы защиты для их реализации. Мы взяли также эволюционный путь развития концепции, то есть видоизменения. Что случается в том, что структура менялась, несмотря на то, что она услышала цифры, что 65-70% обновления именно в задержательных моментах там произошло. Ну и самое главное, что концепция, она отвечает на четыре вопроса, которые стоят для того, чтобы обеспечить безопасность. Там четко указано, что мы защищаем это национальные интересы Республики Беларусь, от чего защищаем от опасностей в виде рисков, вызовов и угроз и источников этих опасностей. Также направления нейтрализации определены, то есть как мы защищаем и кто защищает, то есть система обеспечения национальной безопасности в виде субъектов, права и обязанности которых закреплены в концепции. Вот это если очень, так сказать, методологически и структурно характеризовать нынешнюю концепцию. Если говорить непосредственно о тех угрозах, которые у нас существуют, то мы видим, что кардинально поменялась обстановка. Мы увидели, что непреодолимое разногласие между центрами силы. Даже с учетом того, что Советский Союз в 90-е годы развалился, и фактически один центр силы, но именно экономических, политических и военных предпосылок для удержания одного центра силы в настоящий момент не существует. И мы видим о том, что усилилось противоречие между этими центрами силы и межблоковое противостояние. Также мы видим, что угрозы и политического насилия, и террористического насилия, они тоже нашли широкое распространение в мире, и этот фактор мы также обязаны учитывать при разработке концепции. И мы видим, что какие-то политические противоречия, в том числе и экономические свои интересы люди решают с помощью военной силы. Поэтому это очень важные моменты, которые начали реализовываться. Ну и мы видим о том, что военная сила стала инструментом и действенным инструментом политики, но она реализовывается очень специфически в настоящее время. Мы говорим о том, что прокси-воины идут, то есть чужими руками делается, фактически воюет одно государство, один народ и осуществляет боевые и военные действия, а за ними стоят совершенно другие силы и совершенно другие центры. И мы говорим, что это гибридное воздействие, то есть не только прямые военные действия, но и информационная война, и экономические санкции, и различное другое давление. Международные организации перестали играть ту ключевую роль, которую они играли как именно стабилизирующий момент. В принципе они предназначены для того, чтобы именно баланс в мире соблюдался, а мы видим, что они играют в интересах одной страны либо группы стран и работают на дестабилизацию обстановки, то есть не на ее успокоение, не на стабилизацию, а на дестабилизацию. Вот основные ключевые моменты, которые мы вынуждены были учесть в концепции национальной безопасности. Александр Иванович, отмечу, что задача любой концепции или стратегии это спрогнозировать развитие обстановки на среднесрочную перспективу, примерно 10-15 лет. Вы скажите, насколько это возможно в современной общественно-политической обстановке и не придется ли корректировать эту самую концепцию через 3-4 года? Вы знаете, если мы возьмем предыдущую концепцию национальной безопасности, она в 2010 году была разработана и продержалась 10 лет в нынешней обстановке в 21 веке, где огромные скорости и жизни, и возможности развития информационных различных других технологий идет и 10 лет, я считаю, очень большой срок. Вы говорите, продержится ли она 10-15 лет? К сожалению, долгосрочные прогнозы сейчас делать вещь неблагодарная, поскольку мы видим мировая турбулентность значительно усилилась, и очень много различных рисков и вызовов существует. Поэтому давайте мы приняли эту концепцию, она отражает какие-то перспективные моменты, она отражает ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Там заложены инструменты, которые, в общем-то, были и в прошлой концепции, вот на эти 4 вопроса и предыдущая концепция она отвечала, просто другое содержание. Поэтому мы не будем загадывать, и наша цель заключается не в том, чтобы сделать на 15, 20, на 10 лет, а в том, чтобы решить вопросы, связанные с нейтрализацией вызовов и угроз на сегодняшний день. На сегодняшний день, мое мнение, эта концепция, она эти вопросы решает. Как будет дальше, сложно говорить, потому что мы должны держать руку на пульсе и смотреть те тенденции, те изменения, которые в мире происходят, ну и безусловно будут происходить. Поэтому сложно сказать, насколько она будет. Но то, что это создает возможности для реализации наших национальных интересов сегодня, и уверен, что и завтра это да. Концепция или стратегия национальной безопасности, она имеется у многих стран, но я не припомню практики широкого обсуждения таких документов у наших соседей либо у других стран. Скажите, а это какая-то особенность нашего общества, что у нас настолько широко она освещалась и обсуждалась? Ну, на мой взгляд, здесь есть несколько условий в связи с тем, что эта концепция очень широко у нас обсуждалась. И у нас она вообще всенародное обсуждение в течение довольно длительного времени. Я уже указывал о том, что в концепции нашли отражение те новации, которые в Конституции заложены. И если мы возьмем, у нас конституционный референдум был проведен 27 февраля 2022 года. А концепцию мы вчера только утвердили. То есть, фактически более двух лет мы ее уясняли, ее положение вырабатывали, вырабатывали, генерировали и проводили всенародное обсуждение. Почему это очень важно? Потому что очень важно именно действенные механизмы находить. Это первый момент. Второй момент, на который я хотел бы акцентировать внимание, что у нас субъектами обеспечения национальной безопасности не только государственные силовые структуры являются, но и граждане Республики Беларусь, общественные организации. И у нас как конституционная инновация, и мы закладываем в концепцию то, что субъектом обеспечения национальной безопасности является Всебелорусское народное собрание, конституционная роль которого закрепляется и который является стабилизатором общественного развития и который утверждает именно ключевые стратегические направления развития нашего общества. Вот эти те моменты, на которые почему объясняется и столь и долгое и всенародное обсуждение этого. Что касается мирового опыта, различный есть мировой опыт, но я не припомню, так чтобы можно было однозначно сказать, что в каком-то государстве именно всенародный характер находило обсуждение безопасности. Это геонациональный штат и хоть и открытый обсуждение и все четко и конкретно. Кто является противником, какие меры и очень все довольно если можно так сказать и примитивно это сделано и конкретно. У нас немножко по-другому, потому что мы находим механизмы защиты такого стратегического плана. И концепция это не инструкция как действовать непосредственно, а это именно тот фундамент, на котором основывается система национальной безопасности нашего государства. То есть там системные меры прописаны. обстановка даже если будет корректироваться, то именно общие подходы нет необходимости корректировать, они будут работать. Но, конечно, периодически необходимо их обновлять, что мы увидели. Вот 10 лет действовала предыдущая концепция. Александр Иванович, обозначая отдельные моменты концепции национальной безопасности, глава государства отметил, что в данной ситуации, цитирую, мы четко должны прописать, каким образом мы будем защищаться, как будем обороняться и какие будут наши действия в случае обострения ситуации. Скажите, как реализованы эти тезисы в программах документа, которые были вынесены на Всебелорусское народное собрание? Да, естественно, что мы не можем обойтись и без механизмов реагирования на тезисы. Мы заложили туда такую серьезную конституционную инновацию, закрепили в концепции национальной безопасности, как электоральный суверенитет, потому что мировая практика и события 2020 года показали в Республике Беларусь, что именно выборы, они используются как момент осуществления цветных революций, как определенный триггер цветных условий, именно и даже не столько само проверение выборов, сколько последующая их оценка, моменты признания, моменты оказания внешнего давления на поствыборные моменты. И поэтому мы конкретно закрепили, что такое электоральный суверенитет, то есть это возможность проводить выборы в соответствии с нашим законодательством, несмотря ни на какие непонятно кем придуманные и нигде не зафиксированные международные правила. И самое главное, то что мы делаем барьер для международного внешнего вмешательства и выборные и послевыборные моменты связанные. И самое главное, чтобы мы делаем барьеры для деструктивного вмешательства и извне. А, естественно, информационная война идет, поэтому моменты воздействия на эти процессы не могут происходить. Кроме того, у нас серьезная конституционная инновация заключается в том, что, говоря о концепции национальной безопасности, мы прописали, что субъектом обеспечения национальной безопасности, я уже отмечал, является Всебелорусское народное собрание. Именно как общественный стабилизатор. Но свою стабилизирующую функцию оно выполняет в те моменты, когда есть либо предпосылки, либо уже началась общественная дестабилизация. И мы этот момент и этот барьер прописали, он начал и проведено уже Всебелорусское народное собрание по новым полномочиям. А когда обстановка спокойная, как теперь, когда именно как теперь, тогда оно выполнено по именно определению стратегических вопросов развития нашего общества. Очень конечно получается символично, что первое решение Всебелорусского народного собрания были это принятие концепции национальной безопасности, принятие военной доктрины. Что касается непосредственно военной доктрины, то она тоже сохранила эволюционный характер и сохранила преемственность с предыдущей военной доктриной. Но какие изменения? Ранее, и мы сейчас подчеркиваем, что концепция, вернее, военная доктрина наносит миролюбивый и оборонительный характер. Оно так и продолжается. Но в этой доктрине мы закрепляем такие понятия, как угрозы и источники угроз. И мы конкретно указываем в нынешней обстановке, кто является источником угроз для нас, как для белорусов, которые имеют свое суверенное независимое государство. И такими источниками угроз являются это НАТО, как блок военно-политический Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина, потому что от них исходят военные угрозы. А в целом военная доктрина это именно система обеспечения военной безопасности. И противодействуя этим угрозам, конечно, мы должны, и прозвучало из уст главы государства, мы должны быть сильными. То есть мы должны иметь свои вооруженные силы, вообще систему обеспечения национальной безопасности эффективной и всегда быть готовы дать ответ. И у нас закрепляется вот в этих документах такое понятие, как ядерное сдерживание. То есть размещение тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь, это получается серьезным и действенным механизмом сдерживания агрессивных планах в отношении нашей страны. Потому что ни для кого не секрет, что вынашиваются планы и осуществляется милитаризация и приграничия, и сопредельных государств. На южных рубежах у нас открыто идут военные действия и более чем статтысячная, стадвадцатитысячная группировка войск она с сопредельной стороны на Украине размещена. Поэтому мы не можем проходить мимо этих всех моментов. Поэтому такие механизмы закладываются. Плюс у нас есть совместная региональная группировка войск в рамках союзного государства с Российской Федерацией, главнокомандующим которой является президент Республики Беларусь, который принимает решение в случае либо непосредственно угрозы, либо уже начало осуществления этих угроз принять решение на применение этой региональной группировки войск. Ну и целый ряд других наших соглашений. И мы говорим о том, что мы приступили к формированию единого оборонного пространства. Это не только военные, это и экономические меры. И в военной доктрине мы серьезно закладываем меры по усилению нашего оборонного сектора. Это что касается и перевода экономики на нужды армии. И это не только военный или предвоенный или в мобилизационный период, а это и непосредственно в обычном режиме, как мы сейчас. И потому что основная задача и концепции национальной безопасности и военной доктрины это сохранить мир безопасности на белорусской земле для того, чтобы мы могли спокойно жить. Александр Иванович, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время и поделились своим мнением насчет военной доктрины и концепции национальной безопасности. Хорошего вам дня и всего доброго. Да, спасибо. До свидания, уважаемые телезрители. Утверждение двух программных документов концепции национальной безопасности и военной доктрины в новой редакции на Всебелорусском народном собрании это итог огромной работы, проделанной нашей страной за последние годы. Она направлена на осознание обществом таких понятий, как электоральный суверенитет, безопасность во всех сферах общественно-политической и социально-экономической жизни, а также выработку механизмов защиты этих основополагающих принципов нашего общества. Это была программа «Мнение» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». С вами был Михаил Синицын. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова